Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готова для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Первокурсников КФУ посвятили в профессию педагога. К чему приведет разрыв отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом. Бал лицейстов КФУ пришел в Казанской ратуше. В концертно-спортивном комплексе «Униг» состоялось торжественное мероприятие посвящения в учительскую профессию студентов Института психологии и образования КФУ. Анна Глазунова расскажет все подробности. 22 октября – важный день для всех будущих педагогов. Здесь состоялась торжественная церемония посвящения в учительскую профессию студентов, поступивших на педагогические направления подготовки в Казанский университет. Это очень ответственная профессия, я считаю, потому что дети берут с тебя пример, они смотрят, как ты ведешь себя и повторяют за тобой. В таком важном и значимом событии для всех вновь поступивших студентов-педагогов принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я поздравляю вас всех, желаю вам удачи, чтобы наши молодые коллеги никогда не пожалели, что они перешагнули порог нашего Казанского университета и выбрали самую хорошую в мире профессию – профессию учителя. Почетным гостем праздника стал и первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Педагог сегодня – это не просто человек, который хорошо знает свою предметную область, это человек, который умеет эти знания донести до учеников. Анна Глазунова, Леонардо Влитяров, Универньюз. Константинопольский Патриархат принял решение об отделении Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Как отреагировала Русская Православная Церковь и к чему приведет конфликт, узнаешь в нашем сюжете. Константинопольская Православная Церковь отменила указ о передаче Киевской Метрополии Московскому Патриархату. Таким образом, Украинская Православная Церковь больше не входит в его состав. Также было принято решение отменить отлучение от Церкви Патриарха Украинской Церкви Киевского Патриархата Филарета и предстоятеля Украинской Автокефальной Православной Церкви Макария. Они были отлучены Московским Патриархатом в заведении раскольнической деятельности. То, что делает Константинопольский Патриархат, однозначно политизированная проблема, поскольку мы знаем, что инициатива в таких решениях исходила от нынешнего руководства Украины. Русская Церковь отреагировала на это разрывом отношений с Константинопольским Патриархатом. Это означает, что прихожане не смогут совершать священно действия в храмах, относящихся к Константинопольской Церкви. Однако смогут поклоняться расположенным там святыням. Совсем недавно было решение православной зарубежной церкви о том, что решение Константинопольской Патриархат, оно признано незаконным, и также русская православная зарубежная церковь, она приняла решение также разорвать свои отношения с Константинопольским Патриархатом. Решение РПЦ поддержали православные церкви Польши, Белоруссии, Чехии, Греции, Кипра, Болгарии и Израиля. Патриарх сербский Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского Патриарха в Рафламее признать раскольнические церкви на Украине и предоставить им автокефалию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом также поддержал решение русской православной церкви и выступил против раскола. Конфликт между церквями может спровоцировать и столкновение в других сферах. Если этот раскол будет нарастать и не найдутся какие-то пути решения и проблемы, то, конечно, в конфликте между западной и центральной Украиной с одной стороны и восточной Украиной, которые сегодня мы видим, да, эта проблема тоже проявится. И в конфликте это даст дополнительный элемент напряженности. Артем Тупичкин, Универньюс. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась серия мастер-классов. О том, что рассказали приглашенные спикеры, смотри далее. 23 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс молодого казанского прозаика Татьяны Шахматовой, которая рассказала студентам журфака о речевых манипуляциях. Ничего нельзя сказать нейтрально. Вот надо начать просто с этого. Потому что даже подбор слова, подбор суффикса к этому слову, это все очень индивидуальные вещи. И с их помощью мы тоже оказываем некое речевое воздействие на нашего адресата. И естественно, этим не могут не пользоваться люди, которые работают со словом. Также в этот день состоялся мастер-класс, который провела руководитель отдела пиара и рекламы Международной клиники «Ава Казань» Альбина Гарифулина. Темой встречи стало продвижение компании при малом бюджете и то, как сделать компанию успешной. Тиана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете заработала выставка «Что внутри метеорита?» Какие виды представлены и как отличить метеорит от простого камня? И как найти свой камешек на миллион? Расскажет Аделя Шимилова. Нашу планету можно смело сравнить с уютным оазисом во всей Солнечной системе. Ни космических лучей, ни жесточайшего ультрафиолета. Температура приемлемая, атмосфера плотная и не ядовитая. И даже метеориты не очень беспокоят. Падает их достаточно, но в основном в океан или горы. И в очень небольшом количестве случаев внеземное вещество попадает в руки к людям, которым сразу бросается в глаза, что метеориты-то разные. Увидеть их в большом количестве тоже можно. Для этого в музее Лобачевского КФУ заработала выставка, где представлены самые известные в научном кругу виды метеоритов. От самого первого, который был найден в Европе, до метеорита, который был привезен сюда в Казань профессором Казанского университета Кротовым. Это Аханский метеорит. Именно с него началась коллекция Казанского университета, потому что он делился на небольшие части, обменивался, продавался. Сейчас их более двухсот. Как это происходило увеличение. В первую очередь, это обмен. Подметить разницу между чувашским и Аханским метеоритами сможет ребенок. Первый имеет полностью коричневый окрас, а второй смахивает на обычный кусок дорожной отсыпки. Но так бывает не всегда. Попробуйте без особой подготовки найти отличия между гавардитом, Вестой и лунным метеоритом. И то, и другое на спиле напоминает кусок бетона. В таком образце узнать метеорит и то достижение. Отличить очень трудно. Даже вот когда нам приносят, мы идем на анализ смотреть, если так, в общем, примерно похоже на метеорит. Ну, железные метеориты, допустим, легко их отличать. Во-первых, они сразу, у них есть решеточная такая структура, визоманшетовая структура. Их видно даже вот на этом камне, вот он лежит, можно посмотреть. Так что же внутри метеорита? Пожалуй, этим вопросом задается каждый посетитель выставки. И на него у нас ответ, конечно же, есть. Другие метеориты, они состоят из маленьких зернышек, хондор называется, тоже можно отличить. Но большинство метеоритов, а хондориты и вообще каменные метеориты, их невозможно отличить от горных пород. У гостей из космоса богатый внутренний мир. Для того, чтобы разобраться в том, какой метеорит перед нами, достаточно геологического микроскопа. А вот на серьезное научное изучение можно принести в лаборатории Казанского федерального университета. Отеля Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабужском институте КФУ юным студентам рассказали об истории вуза. В этот день юные слушатели отправились путешествовать по страницам 120-летней истории института. Подробности далее. С больших открытий слушателей детского университета Елабужского института КФУ начался воскресный день. В этот день ребята отправились путешествовать по страницам истории института. Им рассказали, каким он был 120 лет тому назад, из чего все начиналось. Закончился очередной учебный день практическими занятиями, на которых ребята смогли проявить ловкость рук и выразить свои творческие умения. Диана Шилова, Ишат Ахмадеев, Универньюз. 22 октября в Казанской Ратыши прошел традиционный лицейский бал. В этом году он был посвящен 190-летию со дня рождения Льва Толстого. Об этом наш следующий сюжет. Казвестный 2018 год в Республике Татарстан объявлен годом Льва Толстого, известного студента Казанского университета и писателя классика. В связи с этим лицейский бал КФУ посвятили 190-летию со дня рождения мирового классика. Мероприятие застоялось на площадке Казанской Ратуши. Лицейский бал является ежегодным, и основная его цель – приобщить учеников к ценностям российской культуры. Мы хотим, чтобы наши лицеисты, несмотря на то, что они жители прагматичного 21 века, обладали всеми этими необходимыми для духовного и нравственного развития человека качествами. Лицейский бал является одной из традиций. Над его реализацией трудятся творческие коллективы педагогов, родителей и учащихся лицея имени Лобачевского КФУ. Анна Глазунов, Зуфар Галимов, Ленарда Влитяров, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи, знаем в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова